Ну что, друзья мои, всем привет! С вами Дивер. Давненько мы с вами не виделись. Большой был промежуток. И промежуток получился из-за того, что у меня было много поездок. То туда, то сюда. Много чего интересного я наснимал. И опять, вот сейчас я сижу практически на вещах. И сегодня вечером уже уезжаю. Уезжаю в очередную поездку на речку Ахтуба. Будет опять же много чего интересного. Оттестировано, опробовано. И я очень надеюсь, что мы поймаем какие-то интересные экземпляры. Трофейного сома, трофейных судаков. Ну или даже есть планы оторваться по сазанчику. На самом деле в планах много чего интересного. Вот сможем ли мы их реализовать, вот это другой вопрос. Очень хочется поймать сома именно с берега. То есть мы хотим назвать фильм ловля сома с берега. Береговая ловля сома. Ну как-то так. Это мы, конечно, не берем тех рыбаков, которые ловят на переметы. Нет, мы хотим ловить не на переметы, а мы хотим именно ловить на спиннинг. На спиннинг и с одним крючком. Вот такая рыбалка, я думаю, что будет довольно-таки интересная. Также хотелось бы половить сама с лодки. С ямы. Опуская приманку практически вертикально. Тоже рыбалка довольно-таки интересная. Но бывает иногда скучновато. Также в планах у нас, конечно, и джиг, ловли на колебалке, твичинг и, конечно же, наш любимый троллинг. Троллинг в одну палку и при ловле на поклевке. То есть мы ловим с одним спиннингом в руке и ловим именно на поклевке. На каждый удар, на каждую потычку мы реагируем и подсекаем. Это на самом деле довольно-таки увлекательный вид рыбалки. Ну а сейчас я вам хочу рассказать совсем чуть-чуть о приманках, которые отстрелялись именно в июньской поездке. Как я и обещал, после каждой поездки я обещал вам делать вот такие видео. Какие именно приманки отстрелялись в определенной поездке. И сегодня я вам покажу приманки, которые отстрелялись в июньской поездке. Постараюсь сделать коротенько. Я уже сижу на вещах и сегодня вечером уже уезжаю. Итак, с чего бы начать? Давайте начну я со старой приманки, которая мною любимая. Очень давно, но уже снята с производства. Зачем я ее буду показывать? Ну, многие могут ее найти на Авито, на Юле, на каких-то других, на Ебэй можно найти ее. Приманка очень уловистая и это Мэнс. Мэнс 20+. Мэнс стрейч 20+. Мой белый Мэнс перестал ловить рыбу. И это случилось после того, как щука его пробила. После того, как я его отремонтировал. Возможно, я долго затягивал с ремонтом своего любимого белого воблера. И там шарики заржавели. Воблер стал издавать, наверняка, какие-то другие шумы. Может быть, и игра как-то изменилась, я не знаю. Но воблер реально стал ловить хуже. Я бы сказал, пока еще ни одной рыбы я на нее не поймал. Возможно, просто так совпало. Я еще раз сейчас в июльской поездке буду пробовать. Но если уже ничего не получится, то тогда все. Я ставлю на нем кресло и кладу его в какой-нибудь ящик, где у меня будут храниться вот такие приманки, которые когда-то работали. Но вот этот красный Мэнс отработал просто превосходно. У моего напарника Андрея работал зеленый Мэнс. Но красный вот этот работал лучше. Я уже говорил, что у Мэнса благодаря вот такой изогнутой лопатке игра очень мягкая. То есть воблер идет очень мягко по дну. Он не врывается в землю, не втыкается и не подпрыгивает. Он идет, шлифует дно. Воблер очень превосходный. Кстати, на нем родные тройники, полный хлам. Их надо менять. Дальше хотелось бы, конечно, сказать о одном воблере, которого у меня, к сожалению, с собой нет. Этот воблер моего напарника Андрея. И он у него остался. Забыл я его взять для обзора. Я вам покажу его на фотографии. Воблер помечен красной стрелочкой. Воблер от компании Цирюбита. Дип Крэнк 65. К сожалению, цвет я не знаю, как называется. В продаже я такие уже давно не встречал. После приезда с Ахтубы я ближайшие магазины обижал и пытался найти такой воблер. К сожалению, не нашел. Воблер ловит просто превосходно. Причем я вам скажу такую вещь. Именно этот цвет. Я не знаю, с чем это связано. Видно перламутр какой-то серебристой оттенки. Но ставили темнее, ставили зеленый. Ловит просто реально хуже. Вот этот воблер только касается дна и приносит рыбу. Мы даже уже устали на него ловить, потому что воблер маленький. И собирает, на самом деле, до килограммовых судаков. Практически все, что попадается. Только воблер входит в стаю, видно. Тут же поклевка. То есть дальше воблер не может пройти всю стаю. Вот первый судак, который он встречает на своем пути, он его ловит. Мы сделали такой вывод. Воблер превосходный. Но косит, конечно, и мелочь. Дальше хотелось бы сказать и отметить обязательно приманки от Герман. Вот честное слово, они стали моими любимцами. И синие, именно синие цвета. Бандос. Вот такая реплика под бандит. Она вся уже покоцана. Также мы разловили вот такой замечательный цвет. Тоже воблер превосходно ловит. И на него было поймано колоссальное количество судаков. Этот воблер тоже новый. Но поверьте мне, точно такой же остался у Андрея. Я ему подарил и забыл взять у него этот воблер. Хотите верьте, хотите нет. Как этот воблер отработал, будет видно в видео. Этот данный воблер новый. Он у меня вот последний остался. Приехав в Москву, я побежал опять в магазин, хотел парочку себе купить. Но, к сожалению, или после Инстаграма, после моих постов их разобрали. Или, не знаю, просто его не было. Там в магазине, где я обычно покупаю. Короче. Воблер реально уловистый. И как? Вот каждый воблер, который я вам сегодня покажу, будет показано в видео, как они ловят. То есть это не просто какая-то афера, скажем так. Я взял какие-то приманки, прорекламировал, пропиарил. Каждый воблер, который я сейчас покажу, будет показано в видео, как ловят. Видео, кстати, будет чуть попозже. К сожалению, я говорю, неделя у меня всего между поездками. Свои еще семейные дела, там дела по работе, дела по делам по-разному. И, короче, не успеваю это сделать. Так что потерпите. Видео будет уже после июльских поездок. И они не будут кашемалу, они так и пойдут. Просто вам немножко надо будет потерпеть. Июльское видео сместится еще чуть дальше. А июньское видео будет после июльской поездки. Возможно, даже что-то я на зиму оставлю. Когда всем будет скучно. То есть я сделаю какие-то короткие видео, а зимой сделаю уже масштабные видосы. Ну, как-то еще не знаю, подумаем. Так что, ребята, вот эти два цвета я рекомендую иметь в ящике. Конечно, все приманки не купить. Ну, невозможно это. Хотя я вот такой больной, если мне приманка нравится, я ее обязательно покупаю и пытаюсь на нее ловить. Пытаюсь ее разловить и показать вам. У меня вообще, ну, натура такая, наверное. Ну, нравится мне вобер, и я хочу, чтобы он ловил. И если он не ловит, я, конечно, очень сильно расстраиваюсь. Откладываю их в отдельную кучу. У меня реально уже чемоданы тех приманок, которые не ловят. Многие, кстати, просили сделать видео о тех приманках, которые не ловят у меня. Возможно, такое видео тоже будет. Возможно, такое видео я сделаю. Но надо разобрать эту мою кучу теперь и как-то это все сделать. Кто-то из ребят, кстати, просил показать все мои приманки. Друзья мои, все мои приманки я показать, наверное, не смогу. Но удивить, конечно, вас я попытаюсь. Я попытаюсь сделать какое-то такое, не знаю, видео. Я один раз уже пытался сделать, но я его удалил там по одной причине. И там были приманки не все. Вот мне надо найти место, где разложить их. Возможно, даже на улице будет сниматься. И я попытаюсь показать. Мне помощники будут нужны. Я надеюсь, там людей задействовать. И я вам просто постараюсь показать, но все свои приманки. Может быть, все, если получится. Итак, пойдемте дальше. Значит, так же, так же превосходно ловил цвет вот такой от Герман. Тоже Джи-Джи Бандит. Колечки, как вы видите, некоторые я менял. Вот это родное колечко стоит. Эти два я поменял. Так же я заменил обязательно колечко на мордочке. Кольцо на мордочке обязательно должно стоять мощное. Или вообще его снимайте. Для чего это делается? Если на тройниках мы можем оставить еще слабые колечки, чтобы ловить в корягах, чтобы они разогнулись, и мы смогли спасти свой воблер. Ну а на лопате мы должны обязательно заменить, чтобы спасти опять же свой воблер. Чтобы колечко тут не разогнулось, и воблер не остался вместе с тройниками там в коряжках. Здесь должно быть мощное кольцо, чтобы воблер вытащить. А здесь могут быть слабые колечки. При добыче трофейной рыбы может сработать фрикцион, отрегулировав его, и мы, возможно, трофейную рыбу возьмем. Но при зацепе, опять же, затягивая фрикцион, начинаем тянуть приманку, или наматывая шнур на какое-то приспособление, на перчатку, вытягивая, если шнур довольно-таки прочный, разгибаются или тройники, или колечки слабые, и мы спасаем свою приманку. Но это при обуви в корягах. Если мы ловим на чистом месте, конечно, лучше ставить вообще все надежное, чтобы попавшийся сом, ну, не сошел. Так вот, вот этот 217-й цвет ловил тоже превосходно. На видео все будет показано. Коли я начал разговор уже о бандитах, вот этот цвет превосходно работал в апреле. В апрельской нашей поездке. В июне мы почему-то с Андреем уделили ему мало времени. Мы его ставили, но как-то судак на него не очень реагировал, и мы подумали, что этот цвет рыжий не очень будет. Именно в июне. И мы его отложили. Но ко мне приехали два моих подписчика. Два Дмитрия. Дмитриям я передаю привет. Мы с ними немножко побыли на воде. Кое-что я им рассказал, объяснил какие-то свои секреты. Надеюсь, они остались довольны. Много времени я не смог уделить, потому что у меня напарник тоже как бы ждал меня тоже постоянно в лодке. Так вот, как-то мы на воде с ними встретились. В один из этих дней они пробыли всего три дня. И они мне рассказали, что вот показали, что вот такой цвет у них отработал. Вот такой цвет отработал. И, к сожалению, я не помню, тоже какой-то другой цвет отработал. Возможно, зеленый, кстати, 217. Ну, а от этого рыжика, как я понял, они остались безумно счастливы. Опять же скажу, я лично в июне ничего на него не поймал. Мы мало ему уделили время. Но мои друзья-подписчики его очень сильно хвалили. Но я думаю, что вот эти два цвета, они довольно-таки очень похожи. И если бы я уперся бы в этот цвет, я думаю, что я наловил бы тоже на него судака. Очень похоже. Идем дальше, друзья мои. В этой поездке я тестировал несколько новых приманок. Для кого-то они уже избитые, для кого-то они уже давно знакомые, для кого-то они уже давно забытые. Для меня эти приманки новые. Повторюсь, все приманки сразу изучить невозможно. У меня много разных приманок, но к этим приманкам я пришел не так давно. Косодака Тролл ДД. Я думаю, что я даже сделаю отдельный фильм по этому воблеру. Воблера ловил превосходно. Хочу заметить, у этого воблера просто превосходная фурнитура. Тройнички еще, допустим, могут разогнуться, но кольца здесь очень мощные. Колечки просто славные. Приманка не вылетала, ловила шикарно. Кольца не разгинались. Приманка имеет систему дальнего заброса. Этой приманкой можно ловить заброс. Ну, кто знает эту приманку, тот знает. Рассказывать о ней много не будут. Но есть люди, которые, конечно, только начинают заниматься троллингом или просто не сталкивались с этой приманкой. Приманка классная. Рекомендую. Дальше, друзья мои, меня поразила также новая приманка. Вот такой воблерочек от компании «Шторм». Почему я приобрел такого цвета приманку, наверное, многие уже понимают. Ну, это один в один, 31-й цвет от компании «Бандит». И, друзья мои, я не прогадал. Эта приманка принесла мне довольно-таки приличное количество судаков. И, на самом деле, эти судаки были одни из самых крупных в этой поездке. Приманка «Шторм». Был просто охрененный сход. В судах там был явно больше пятака. В видео также это все дело будет показано. Время немножко поджимает нас, поэтому мы идем дальше. Друзья мои, вот эту приманку я также рекомендую. Фурнитура. Просто пипец славная. Что тройники, что кольца. Что сами петли. Просто огонь. Очень мощные. Немного я пропустил. Заговорив, конечно, о Тролл ДД, надо было мне сразу показать еще одну приманку, которая очень похожа на Тролл ДД. И я думаю, что сделаны реплики все это с одной приманки. Единственное, Тролл ДД, конечно, немножко видоизменен. Буквально совсем чуть-чуть. Кто понимает, о чем я говорю, тот понимает. Плавничок есть. Плавничка нет. А остальное, друзья мои, это все точная копия своблера Дипшекер от Сурюбита. Дипшекер 85F. Причем, приманка от Касадаки называется 80F, а приманка вот эта от Герман называется Дипвичер 85F. Ну, чтобы никого не вводить в заблуждение, я вам покажу вот такую вещь. Приманки идентичные по размеру. Хотя на одной написано 85, а на другой написано 80. И вот эта приманка от Герман мы ловили вот на такой цвет и ловили вот на такой цвет. Вот эти две приманки также отстрелялись в июньской поездке на ура. Такого плана приманки ловили, кстати, и в апреле. Вот эта моделька 75F, Дипвичер 75F. Этой моделькой неплохо ловить по глубинам, скажем, 3-3,5 метра. Можно даже пробовать на 2,5. Прекрасно ловят судака, окуня и щуку. Эта приманка, которая 85F, ловит уже на глубинах от 3,5 и до 5 метров. При желании эту приманку можно загнать и на 6 метров. Приманка превосходно ловит судака, щуку и, возможно, сама. Сама мы не ловили, но в далеком прошлом на приманку Дип Крэнк 65 от Суребита у меня была очень зверская поклевка, при которой были разогнуты все, все буквально два тройника. Полностью были разогнуты, практически прямую нитку. Вот так вот. Дальше хотелось бы остановиться еще на приманке Гудзо. Приманка Гудзо. Вот такого тоже цвета мы пробовали. И она ловила довольно-таки неплохо. Мы ей немного уделили время. Это реплика под Z-Bets. B-Switchers. 4-метровый. Очень уникальная и классная приманка. Что в оригинале, что вот у фирмы Герман. Также я вам покажу еще старую приманку, которая всегда практически приносит мне рыбу. Практически в любой поездке, ставя ее, я ловлю рыбу. Это палочка-выручалочка. Вот в таком цвете и еще в цвете битое стекло. К сожалению, найти не могу. По течению эта приманка может уйти до 7 метров. Как загубить приманку до 7 метров, я постараюсь рассказать, описать, возможно, напишу. Или постараюсь даже сделать видео. Это в другом видео. Поверьте, эту приманку до 7 с лишним метров я могу загнать. Запросто. А идя против течения, эту приманку мы загоняем до 4-4,5-5 метров. Рабочая глубина, скажем так, от 3,5 до 4,5 метров. Размер этой приманки 24-й. Почему 24-й? Потому что это реплика под бомбер 24 Long A. Есть бомбер 24 Long A, маленький вот такой. И есть побольше. 25 Long A. Вот это под 24 Long A. В последние дни судак стал ловиться и на агрессор. На видео тоже будет определенное энное количество кадров, где мы на агрессор ловили судака. Агрессор это реплика под Халку. Халка просто по сегодняшним деньгам стоит довольно-таки дороговато. А агрессор стоит всего 250 рублей. На сегодняшний момент компания Герман, я так понимаю, исправила свою ошибку. И колечки стали здесь стоять очень мощные. Очень реально мощные колечки. То есть они выдержат вполне и сама, и кого угодно. Черта с рогами, как говорится. В начале нашей поездки и, скажем, до середины, на агрессор клевало плохо. Судака не было, опять же, на глубинах 6, 7, 8 метров. И он стоял опять где-то 3,5-4 до 5 метров. И поэтому мы агрессорам много времени не уделяли. Но под конец уже нашей поездки, когда вода уже прогрелась, вода уже была 23 с лишним градуса, практически 24 перед нашим отъездом, жара стояла 40 градусов в тени, и видно, вот это все как-то вместе спровоцировало судака переместиться на глубины. И судак стал ловиться уже на глубинах 6, 7, 8 метров. И причем стали попадаться довольно-таки приличные экземпляры. Вот у нас сошел, ну, точно больше пятака. Осталось у меня еще 4 приманки. И одна из этих приманок это Ион ДД 110. Когда я покупал эту приманку, мне говорили, это щучья чисто приманка, судака на нее никогда никто не ловил. Друзья мои, я не поймал ни одной щуки на эту приманку. Я поймал на эту приманку троих или четверых судаков. Как-то вот так. Много времени тоже я ей не уделял. Почему же я постоянно говорю, что много времени я какой-то приманке не уделил? Много времени я не уделил той, другой, третьей, четвертой, пятой приманке. Приманок у меня очень много. Наверное, к сожалению. Но с другой стороны, я стараюсь протестировать максимальное количество приманок и рассказать о них. Рассказать, показать, самому удивиться, самому порадоваться. Поэтому, ну, скажем, выбирая какую-то определенную приманку, я на нее ловлю больше. А параллельно, конечно, меняю, ставлю какие-то другие приманки и пытаюсь разловить что-то новое. Для меня такая приманка в новинку. Я с Косодакой, можно сказать, вот познакомился буквально недавно с приманками. Надеюсь, они мне понравятся, и я им буду уделять время больше в своих фильмах. Скажу одно. Приманка эта рабочая. Наконец-то в этой поездке, наконец-то, я разловил вот такую приманку. Называется она, и называется эта приманка, Диппер 6. И это, можно сказать, реплика под Рапалу Данцер. Рапалу Данцер довольно-таки известная приманка. Многие на нее ловят, но я, к сожалению, на эту приманку тоже никогда ничего почему-то не ловил. Всегда говорят, на что ловил? На Рапалу Данцер. Чего поймал? Судака. Илюша как не поставит, так пустой. Моя любимая приманка по Судаку, что тут улукает, это все-таки, наверное, Бандит. Или реплики под Бандит, если они качественно сделаны. И Халка. Или реплики под Халка. Я уже стал называть вот так приманки. Халкообразные или Бандитообразные приманки. Потому что это две приманки, которые на самом деле, ну, очень популярные среди рыбаков. Просто очень популярные. Мега популярные. И эти приманки отлично ловят трофейного судака. Да и не только трофейного. Бандит косит все подряд. Агрессор, Халка. Халкообразные приманки, которые сделаны качественно, в основном работают по трофейному судаку. И по саму. Так вот. И в этой поездке мы как-то вот поставили вот такую приманку. Вот такого Таптыгина. Цвет я такой прозвал Таптыгином. Или Потапычем. Не помню. По-моему, все-таки Таптыгином. У меня есть фильм «Предприкатная яма», где мы вот очень, по-моему, неплохо отловились на такой цвет. По-моему, в том фильме. Так вот. Разловили мы все-таки эту приманочку, но поймали мы всего одного судака. Вот многие тоже говорят. Ребята, спросишь там, как приманка работает. Да-да-да, разловили, поймали. Приманка уловистая, мега уловистая. А сколько поймали? За рыбалку двух. Ну, наверное, в принципе, тут с чем сравнивать. Может быть, за рыбалку можно поймать вообще ничего, а на эту приманку поймали двух. Тогда да, это мега уловистая приманка. Ну, а если ловить там, где, в принципе, вот как на Ахтубе, скажем... Многие говорят, кстати, на Ахтубе чего не забросили, на все клюет. Ничего подобного, друзья мои. Не на все приманки клюет. Не во всех местах клюет. И не в каждое время, в любое время вы поймаете рыбу. Не так все просто, как многие думают. И многие думают, ой, где ты тестируешь приманки, ты бы потестировал бы в оке. Если бы я их тестировал в оке или где-нибудь в другом месте бы, где мало рыбы, я бы их тестировал до бороды, до своей старости. А мне нужен водоем, где я могу максимально быстро оттестировать приманки. Если она там ловит, то она, поверьте, будет ловить и в другом месте. Конечно, может быть хуже, может быть лучше. Для каждого водоема есть своя приманка определенная. Вот, допустим, на Ахтубе я никак не могу разловить сенсуикан. А на рыбинке сенсуикан очень даже неплохо работает. Так вот, уйдем от темы. Спорить с этим можно бесконечно и бесполезно. Повторюсь, на Ахтубе не на все подряд ловится рыба. Поймали одного судака. Будем ловить дальше. Опять же, много мы в эту приманку не упирались. Много мы ей не посвящали. Набрал я, по-моему, порядка четырех или пяти цветов. Попробуем с братом в этой поездке в июльской разловить их. Побольше поймать. Ну и хотелось бы мне еще напоследок показать замечательные две приманочки. Замечательные они и по деньгам. Замечательные они и сделаны. Замечательных мастеров практически ручной работы. Приманка от Ярмы Раппала. Форма, безусловно, уловистая. Форма, безусловно, рабочая. На эту приманку, к сожалению, я поймал, опять же, всего две или три рыбы за эту поездку. Эта приманка вот со своим таким размером, с большим, всего идет максимум на три метра. Максимум. Поэтому я ее провести особо нигде не мог. Просто, допустим, мы проводили ее там, где мне надо было прижаться к кустам, на минимальную уйти глубину, чтобы Андрей тоже ловил рыбу. Объясню почему. Потому что, если бы, допустим, к примеру, я бы вел, мы идем вдоль берега, и я бы шел по бровке, скажем, четырехметровой там, четырех с половиной метровой. Андрей бы шел тогда по шести метрам. У Андрея бы тогда не было поклевок, мы так уже проверяли, а я бы ловил бесконечно рыбу. Поэтому иногда я старался сместиться, грубо говоря, на три метра и ставить какие-то приманки, а Андрея, стараясь, пускать по четырех с половиной метрам. Как-то так. И вот в таких случаях, конечно, я ставил вот что-то типа такого. Они меня выручали, эти приманки. К сожалению, повторюсь, таких моментов было мало. Это приманка от Ярма Раппала. Называется она Ярма-13. Просто и понятно. Кстати, Ярма Раппала – это внук Раппалы. Об этом я постараюсь, возможно, сделать интересный отдельный фильм. Кому будет интересно. Так вот, приманка просто называется Ярма и размер ее 13. Ярма-13. Кстати, где купить приманки, которые я вам показываю, я всегда делаю ссылки под своими видео. Вы можете их покупать в любом другом месте. Я даю те ссылки с теми магазинами, которыми я лично знаком. То есть, или я там покупал, или покупали мои друзья. Скажем так. Под моим видео ссылок неизвестных не бывает. То есть, как правило, там проверены людьми ссылки. Ну и, друзья мои, последний воблер в этом обзоре – воблер от компании Nils Master. Воблер Invisible Zoom. 12-сантиметровый воблер с заглублением максимум до 4 метров. Я бы сказал, он идет до 3 метров при троллинге. Это финские приманки ручной работы. Вот на такой воблер я ловил тоже на малых глубинах. Поймал всего пару хвостов. Почему получилось так? Вроде бы модель кажется уловистой. Форма вроде бы уловистая. Цвет превосходный. К этой приманке я призноровился только под конец отпуска. Объясню почему. Воблер при скорости больше 3 км в час вылетает. Воблер держит, скажем, не сильную струю. Этот воблер превосходно будет работать на каких-то водохранилищах. А на сильном течении, скажем, как Ахтуба вдоль Яров, провести его крайне тяжело. Воблер 100% ловящий судака. Это не только мое мнение. Это мнение многих экспертов. На самом деле так оно и есть. Воблер бомба. Но и цена. Заваливает за 1000 и подходит по 1500 рублей. 1400-1300 рублей за штучку. Но воблер превосходно ловит. Воблер очень ловистый. В определенных условиях. При определенном темпе дорожки. На этот воблер, кстати, сами финны, или вот на Ладоге, на Онеге, люди трейлингуют именно этими приманками. На Ахтубе не очень получается. Хотя, я говорю, повторюсь, пару хвостов я поймал. После того, как я призноровился. Значит, как только я стал скорость лодки давать 2 с лишним километра в час, на течение воблер стал приносить мне рыбу. Я продолжу дальше ловить на эту приманку. И больше, чем уверен, я сделаю даже отдельный фильм об этой приманке. Я думаю, что приманка принесет мне приличное количество рыбы. Открою еще небольшой секрет. Кстати, в дальнейшем в фильме будет неоднократно звучать много чего интересного. Будут прераскрыты какие-то определенные секреты, тайны, советы будут даны. И многие у меня спрашивали, с какой же скоростью я хожу. У меня никогда эхоот не показывал скорость. И вот, скажем, только не так давно у меня появилась возможность наблюдать еще и скорость движения своей лодки. Можно сказать, говорить уже на 99% с какой скоростью я иду. Когда я рыбачил на Бриге, пока сказать ничего не могу с какой скоростью. Потому что там 25 лошадей. Вес лодки, скажем, лодка из ПВХ или лодка из пластика, это тоже влияет. Тяжесть лодки, вес лодки. Ну и сам мотор. Но когда я ходил на лодке САВА, по-моему, называется, по-моему, так лодка называется, пластиковая, с базы Левада, я вам могу сказать, вот с этой лодкой оптимальная скорость движения от 2,5 до 3,5 км в час. Мы практически ни разу не ходили со скоростью 5 км, 4 с лишним км в час, если только по течению. По течению скорость лодки достигала и до 6 км в час. И судак поклевывал. Поэтому сказать, с какой скоростью надо правильно ходить, тут невозможно. Я всегда отвечаю на вопрос, с какой скоростью вы ходите, с какой скоростью правильно ходить, всегда отвечаю на вопрос так. Главное, чтобы правильно работала приманка. Приманка должна правильно работать, завестись, скажем так, еще есть такое название, приманка должна заработать, завестись. И тут мы еще смотрим от предпочтения самой рыбы, допустим, судака. Порой судак любит более вялую проводку, что на джиге, так же и на троллинге. Бывает более активную, любит он проводку. Поэтому, что для этого нужно сделать? Значит, что влияет на игру воблера? Как изменить игру воблера при троллинге? Изменить игру воблера при троллинге можно двумя-тремя способами. Я сейчас расскажу о двух, наверное. Первый способ – это скорость лодки. Побольше газ – воблер работает интенсивно. Поменьше газ – воблер работает более пассивно, более плавно. Определить это вы можете просто банально по кончику спиннинга, как работает кончик спиннинга, ну и просто думая головой, наверное. Дальше, значит, что еще влияет, помимо скорости нашей лодки? Так же очень сильно влияет эта дальность отпуска нашей приманки. Так же люди задают вопрос, на какую длину отпускать приманку? Абсолютно разную. Тут надо просто понимать, надо найти золотую середину в определенное время, в определенные условия, под определенную рыбу. Объясняю. Отпуская приманку недалеко от лодки, под большим, скажем, углом, то есть вот идет у нас лодка, а приманка у нас находится здесь. Острый угол, приманка близко и играет она интенсивно. Идем, допустим, со скоростью 3 км в час, с одинаковой скоростью. Близко работает так. Отпускаем дальше, она работает уже более медленно, более плавно. Отпускаем еще дальше, она уже более, еще плавнее работает. И мы можем отпустить на определенное количество расстояния, сейчас я вам расскажу, и она и добиться игры, когда приманка будет работать уже вот так. Понимаете речь о чем? Не вот так, а вот так. Плавно-плавно, просто виляет только хвостом. А скорость лодки у нас будет та же самая, 3 км в час. Так вот, отпуская на 30 метров, у нас будет приблизительно вот такая игра. На 50 метров она будет где-то уже вот такая. Отпустив на 70, на 80 метров, она уже будет более плавная. И этим мы ищем правильность проводки нашего воблера. Вот в чем интересен также троллинг. Не просто тупо мы забросили и идем, а мы также пытаемся найти правильность проводки нашей приманки. Правильно завести ее. И все это мы чувствуем своими руками, держа спиннинг в руке. Так вот, чем дальше, дальше, скажем, 60-70 метров, тем приманка будет работать более плавно. Она будет провоцировать более, наверное, вялого судака. Или какую-то определенную рыбу, скажем, сама. При ловле сама отпускать надо дальше. При ловле судака отпускать можно ближе на 30 метров. Как правило, он реагирует и на интенсивные приманки. Но, заметьте, скажем, ставя одну определенную приманку, которая работает более интенсивно, судак не ловится. Ставим, к примеру, приманку, которая работает более плавно, не так агрессивно, судак ловится. На одном и том же расстоянии. Это говорит о том, что судак не хочет агрессивную игру. Не хочет очень сильной амплитуды. Не хочет большую вибрацию. Ему подавай что-то среднее. Или отпустить вообще подальше, и более плавную игру ему надо. Как правило, отпуская на дальнюю дистанцию, мы всегда будем с рыбой. Всегда подбирайте дистанцию. Всегда подбирайте скорость. Нету определенной скорости. И также нету определенного количества расстояния отпуска нашей приманки. Итак, друзья мои, обзор мы закончили. Видео я вам не успел показать с июньской поездки, так как я уже уезжаю. Но я вам обещаю, как только я вернусь с июньской поездки, я тут же сажусь за монтаж фильмов. Скорее всего, я не буду делать полностью все интересные моменты выкладывать. Я сделаю какие-то определенные короткие видео, возможно. Несколько, может, коротких видео. А самое вкусное, самое что-то такое масштабное я, наверное, все-таки оставлю на зиму. Зимой народ скучает. Сейчас многие уже все одной ногой уже, как говорится, на природе, на речке. Поэтому даже и смотреть-то особо некогда. Поэтому сделаю какой-то, может быть, один-два коротких фильма. А самое вкусное оставлю на зиму. Так что этой зимой я очень на это надеюсь, что у меня будет вот столько материала и скучать вам не придется. Он уже накапливается. Его уже приличное количество. И есть, что вам показать. На самом деле, мы даже в Инстаграм выложили не все. Это останется сюрпризом. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Оставайтесь всегда людьми. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok